Почтальон Почтальоны 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 Canyon Почтальоны 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 И desire Почтальоны И пользователь может установить на нем свой пин-код из четырех знаков. И этот пин-код ему нужно просто указать при оформлении заказа из интернет-магазина. После своей фамилии, например, это будет выглядеть так. Иванов И. Почтальон или курьер, который понесет посылку, дойдет до ящика, посмотрит на посылки пин-код. Он там должен быть указан. С его помощью откроет ящик, положит посылку в ящик. На внутренней стороне ящика указан штрих-код. Он должен сосканировать этот пин-код. Это будет подтверждением, что посылка доставлена. Затем почтальон закроет ящик при помощи того же пин-кода. Кстати, именно этот продавец ящиков, появившийся в Великобритании совсем недавно, собирается развивать свою сеть по франшизе. То есть он предлагает заработать предпринимателем на местах, приобретая его ящики по цене в два раза дешевле розничной. Возможно, франшиза поможет развить ему сеть достаточно быстро. То есть один предприниматель-одиночка может поднять такой бизнес по всей стране за счет массовых усилий предпринимателей на местах. Берите на вооружение. Чем они лучше почтоматов? Подобные, но не совсем такие и гораздо более сложные. Почтовые ящики в России уже недавно появились. Это почтоматы, которые за рубежом тоже используются. Но их неудобство в том, что они стоят не у каждого дома, а в крупных торговых центрах и местах скопления людей. То есть не в каждом городе они есть, и добираться до них нужно порой дальше, чем до почты. Если деньги в развитие сети почтоматов вкладывает фирма, их создающая, отбивающая свои затраты наценкой за доставку посылок, то индивидуальные почтовые ящики покупает каждый домовладелец самостоятельно. В Великобритании их цена составляет от примерно 80 до 700 фунтов, в зависимости от конструкции и размера. Для человека, часто получающего посылки через интернет, это более перспективно. Почтоматы в его город, возможно, никогда и не придут, а индивидуальный почтовый ящик для посылок можно приобретать. Как только они в России появятся и курьерские службы научатся с ними работать, хотя чему там учиться, не сложнее, чем кодовый замок на входной двери открыть. Почтомат не очень удобен еще и потому, что за доставку в него нужно дополнительно платить, по-моему, в размере 250 рублей. И забрать свою посылку нужно очень быстро, нельзя слишком долго занимать чужое пространство. Не успеешь забрать, она вернется отправителю. То ли дело свой личный почтовый ящик, это как свой частный дом в противовес койко-месту в общежитии. Дорого, но гораздо комфортнее. Польза интернет-торговли лично я, забиравшая посылку с книгами на родной почте перед Новым годом, с тоской смотрела на гору разложенных по почтовому помещению посылок. Как же их много, как же бедной почте с ними справиться. Еще пару лет назад это были посылки в основном из-за зоны, а сегодня, откуда только их не присылают, я таких магазинов даже и не знаю. Чем дальше, тем труднее придется нашей почте справляться с такой работой. А мы все чаще будем заказывать посылки через интернет, потому что местный торговый бизнес разваливается на глазах. Последние торговые центры, сданные в эксплуатации в нашем городе в 2014 году, стоят полупустые. Один торговый центр с помпой, открывшейся в 2012 году, в прошлом году тоже опустел наполовину. Я, конечно, не так часто заказываю вещи через интернет, но я жутко не люблю ходить на родную почту, и лучше бы мне, конечно, кидали мои посылки прямо в мой почтовый ящик. Я тогда, возможно, почаще их заказывала бы. А если взять таких, как я, по всей стране, то мы с индивидуальными посылочными почтовыми ящиками способны увеличить продажи интернет-торговли как минимум на 30%. Может быть, продавцу подобных ящиков стоит скооперироваться с интернет-магазинами. Не сложнее домофонов, если кому-то покажется, что в такой неподъемной для новизны страны, как Россия, такие почтовые ящики слишком технологичные, и мало кто их будет покупать. Вспомните, как появились в нашей стране домофоны. Это тоже была новая технологичная придумка Запада, которая, однако, очень хорошо прижилась в нашей стране, не без усилий предпринимателей. У нас в городе даже в тихих районах и небольших подъездах из 6-9 квартир домофоны устанавливают. На большие многоквартирные подъезды можно групповые ящики установить, и жильцам будет не в тягость их оплатить, и наверняка кто-то будет ими пользоваться. Небольшие ящики можно пока предлагать в коттеджи и частные дома. Хотя и жителям обычных городских квартир не чужд будет комфорт получать посылку прямо к своему порогу. Наш народ к хорошему и технологичному быстро привыкает, если почувствует выгоду или удобство. Мобильники и доступ в интернет сегодня есть даже у бедных деревенских жителей, что уже говорить про жителей городов, которым уже не кажется сложным покопаться на каком-нибудь заграничном. И купить там что-нибудь ненужное. Предложений на российском рынке я пока не встречала, а спрос уже есть. И есть огромная целевая аудитория из 45 миллионов российских семей, клянущих российскую почту и мечтающих о том, чтобы никогда больше не стоять в ее очередилах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok